МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы обсуждали эту тему, кажется, в интернет что-то про Назарбаева пустили, они заблокировали, и это начали чистить изнутри. Главный канал Казахстана показал рекламный ролик с участием известного российского журналиста Владимира Познера. Правда, его самого в известность не поставили. Рупор казахстанской власти разоблачил сам Познер. Ну, я много наглого видел в интернете и так далее, но такого я еще не видел никогда. От приватного к общественному. Украинское государство национализировало крупнейший частный банк в стране – «Приватбанк». Что будет с вкладами и другая полезная информация – в нашем специальном репортаже. Новострит лыжи. В Таджикистане после ремонта открылся первый горнолыжный курорт в стране. Серьезный размах и европейское качество. Вложенные 10 миллионов долларов окупятся только через несколько десятков лет. Окупаемость запланирована на 18-20 лет. То есть никак невозможно, чтобы оно окупилось на эти вот ближайшие годы. В Казахстане в день празднования независимости республики по всей стране был отключен интернет. Популярные социальные сети и новостные порталы оказались недоступны вечером 16 декабря. Пользователи сообщают, что интернет был отключен в течение нескольких часов. Официальное объяснение появилось только на следующий день. Ряд информационных агентств опубликовали объяснение пресс-секретаря Министерства информации и коммуникации Арсена Бектасова, который назвал случившееся аварийным сбоем. По его словам, сразу после исправления неполадок доступ в интернет был восстановлен в полном объеме. Примечательно, что блокировка точно совпала со временем прямой трансляции в Фейсбуке видеоинтервью оппозиционного политика Мухтара Аблязова, освобожденного 10 декабря из французской тюрьмы. Наши корреспонденты обратились к жителям Алма-Аты с вопросом, с чем они связывают отключение интернет-ресурсов. Мы обсуждали эту тему. Кажется, в интернет что-то про Назарбаева пустили, они заблокировали, это начали чистить изнутри. Ну, мы, короче, так предположили. Не знаю, если чего-то бояться, то могут отключать. Я от интернета особо не завишу. Они просто высокопоставлены, но отношения к правовым, они никакого не имеют отношения. Ну, имеется в виду, что в их обязанности это не входит отключение. И они не имеют права. Нет? Мои родные, мы связи. Мне кажется, человек в любом случае имеется претендовать на полную свободу в этом смысле. Потому что сейчас в интернете много информации, которая нужна. Еще одна новость буквально взорвала казахстанский интернет. На сайте главного республиканского телеканала «Евразия» – это филиал первого канала России – появился видеоролик, где российский журналист Владимир Познер якобы берет интервью у казахстанской телеведущей Аймиры Шаукентаевой. Ролик длительностью чуть более минуты был анонсирован как важное сенсационное сообщение. Удивление казахстанцев вызвал тот факт, что это интервью в российской телепрограмме не значилось. И, по мнению пользователей соцсетей, было откровенно смонтировано с использованием видеокадров из программы «Познер». Сенсационное сообщение. Ведущая программы «Аналитика», шеф-редактор информационного вещания первого в Казахстане, моя коллега Аймира Шаукентаева впервые ответила на вопросы. И кому ответила? Сразу какому человеку? Владимиру Владимировичу. Смотрите. Мне сказать по правде, когда я вам звонил, я был процентов на 80, уверен, что вы найдете способ отказаться. Какую черту вы больше всего не любите в себе? Трусость. Это, в принципе, как у Булгакова, худший из пороков. Какое качество вы более всего цените в мужчине? Мужество. А в женщине? Женственность. Вы можете назвать свою главную черту, которую вы считаете, вот это моя главная черта? Одну? Ну, наверное, мечтательность без этого никак. Мы обратились за комментариями к самому Владимиру Познеру, чтобы выяснить достоверность этого интервью. И вот что он нам ответил. Ну, я много наглого видел в интернете и так далее, но такого я еще не видел никогда. Это абсолютный фейк. Я совершенно не понял смысла этого дела. Меня это поразило. И я написал, что это фейк на самом деле. И что, очевидно, я еще поздравил президента Казахстана, Зарбаева, с тем, что, видимо, вот это есть уровень информации, который появляется на первом канале казахского телевидения. Владимир Познер также сообщил, что телеканал «Евразия» принес ему свои извинения. К концу дня псевдоинтервью было удалено со всех интернет-сайтов. Во Франции арестован самолет туркменской государственной авиакомпании «Туркмен Хувайю Лары». Причиной стали большие долги авиакомпании. Как сообщает французский сайт «Европа-1», согласно судебному решению, на «Туркмен Хувайю Лары» был наложен штраф за неоднократные нарушения. Это превышение допустимого уровня шума в ночное время, отклонение от указанных маршрутов, задержки рейсов. В сумме 186 тысяч евро. В целом же, с учетом 10% пени за просрочку платежа, сумма штрафа возросла до 204 тысяч евро. В сирийском Алеппо возобновилась эвакуация гражданского населения. Автобусы вновь двинулись по гуманитарным коридорам. За последние сутки из города вывезли до 4,5 тысяч человек. Очевидцы сообщают, что люди пребывают в ужасном состоянии. Оборваны, голодны. Большинство детей серьезно болеют. Британский телеканал BBC сообщает, что среди покинувших руины города 47 сирот. Минувшие выходные перемирие едва не было сорвано. Автобусы под белым флагом направлялись в осажденные повстанцами шиитские деревни, откуда водители должны были вывезти людей. Однако вместо эвакуации автобусы просто сожгли. Несмотря на этот инцидент, режим прекращения огня не был нарушен, и уже сегодня эвакуация стала возможной. Мы были очень голодны. Спекулянты продавали сигареты по 32 доллара за пачку. Бутылка масла стоила 23 доллара. Среди эвакуированных 7-летняя сирийская девочка Бана Алабет. Она прославилась на весь мир своими рассказами в социальной сети Twitter об ужасах войны в Алеппо. Девочка пишет на английском языке, и в этом ей помогает ее мама. 5 декабря девочка внезапно прекратила публиковать свои посты, чем вызвало волнение у миллионов людей по всему миру. Позже выяснилось, что сама Бана и ее семья не пострадали. Я и Бана хотим рассказать всему миру, сколько осталось детей и стариков на востоке Алеппо. Как они страдают от бомбежек и всего остального. Потому что жизни там нет никакой. Вот мы и ведем наш Twitter. И мы счастливы, потому что наш голос достиг всего мира. Мне грустно, что я уезжаю со своей земли, оставляю там свою душу. Я хочу быть свободной, но не так, как беженцы в других странах. Я хочу нормального будущего для моих детей. Поэтому мы здесь. Они заставляют покинуть нашу страну. И только что стало известно, что Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за отправку сотрудников ООН в Алеппо. Их цель – контролировать эвакуацию гражданских лиц и сообщать о всех нарушениях. Предложенная Францией резолюция ООН призывает все стороны конфликта к безопасной эвакуации мирных жителей, к немедленному и безусловному доступу к гуманитарной помощи, а также к защите медицинских учреждений и персонала. Одна из тысяч армянских семей, которая вынуждена была покинуть свой дом в Сирии и переехать в Армению, стала героями фильма «Свидетели войны Зуламяны». Они рассказали нашим коллегам из армянской службы радио «Свобода» об ужасах войны в Алеппо, очевидцами которой стали. Премьера фильма на канале «Настоящее время». Когда началась война, мы стали делать все со страхом. Со страхом ходили в церковь, со страхом навещали родных, со страхом ходили в магазин. Я виделся с ним за день до того, что произошло. Он приходил к нам домой, мы вместе играли. Бомба угодила в их школу, но он не там погиб. Бог дал ему еще два дня жизни. Он погиб в магазине. Далее в программе. От приватного к общественному. Украинское государство национализировало крупнейший частный банк в стране – «Приватбанк». Что будет с вкладами и другая полезная информация в нашем специальном репортаже. На вострит лыжи. В Таджикистане после ремонта открылся первый горнолыжный курорт в стране. Серьезный размах и европейское качество. Вложенные 10 миллионов долларов окупятся только через несколько десятков лет. Окупаемость запланирована на 18-20 лет. То есть никак невозможно, чтобы оно окупилось на эти вот ближайшие годы. «Приватбанк», принадлежавший украинскому олигарху Игорю Коломойскому, теперь государственный. Решение национализировать крупнейший частный банк на Украине власти приняли на исходе выходных после срочного заседания правительства. Украинские власти объясняют, такое решение принято с одной целью – спасти в целом банковскую систему страны. В Киеве также сообщают, что клиенты «Приватбанка» свои сбережения не потеряют. Репортаж наших коллег из Киева. Крупнейший частный банк в Украине стал государственным. На эту новость украинцы реагируют по-разному. Это правильное решение, иначе упадет вся система. В обществе бытует мнение, что если государство за что-то берется, это обречено на неудачу. Я не был бы так категоричен. Мне нравится, что сейчас происходит с государственным Ощадбанком. Поэтому я скорее в ожидании. Мне интересно, что получится. Могу сказать только одно. Мне очень не нравился этот банк в плане обслуживания. Надеюсь, что теперь изменится хотя бы отношение к клиентам. Ничего не ожидаю. Совсем ничего. «Приватбанк», — говорят аналитики, — системообразующий. Он обслуживает около 20 миллионов физических и юридических лиц. Основной акценер банка, Игорь Коломойский, решение национализации пока никак не комментирует. Менеджмент учреждения заявил об информационной атаке на банк. Мы выполнили абсолютно все платежные инструкции наших клиентов. Да, конечно же, мы испытывали последнюю неделю большое давление на ликвидность. Именно поэтому были приняты определенные решения. Конечно же, вот та информационная атака, которая пошла на банк последние две недели, она во многом предопределила поведение нашей и наши решения, которые были связаны с национализацией. О том, что «Приватбанк» может забрать государство, в Украине говорили давно. Президент Петр Порошенко заявлял, что обсуждал с Игорем Коломойским проблемы, связанные с деятельностью его банка. Сейчас ряд аналитиков считают решение Нацбанка правомерным. Однако медиаэксперты утверждают, без информационных войн действительно не обошлось. Я вижу, что в ноябре была мощная информационная кампания против «Приватбанка» и «Приват» активно отвечал. Например, как показали наши исследования, протесты под Нацбанком были направлены в частности и на то, чтобы повлиять на политику регулятора в отношении «Привата». Основная масса информационных атак на банк происходила на так называемых «мусорных сайтах», то есть изданиях с низкой репутацией, на медиаресурсах, которые были замечены в публикациях, заказных материалов. Публиковались фейковые заявления, например, о том, что якобы карточки «Привата» блокируются. Это повлияло на поведение клиентов банка. Я бы не сказал, что последняя информационная атака была самой мощной, но, очевидно, она стала определяющей. В Нацбанке свое решение объясняют необходимостью спасти всю банковскую систему. Инспекционные проверки и стресс-тесты выявили недостаток капитала в «Приватбанке» на сумму более 4 миллиардов долларов. К этому привел не только кризис в экономике Украины, но и непродуманная кредитная политика «Приватбанка». Менеджмент банка составил план докапитализации. Акционер дал личные гарантии по его выполнению. Но ни банк, ни акционеры эту программу не выполнили. После стабилизации власть намерена банк продать. Говорят, на выплаты и вклады это никак не повлияет. Вкладчиков успокоил и президент Петр Порошенко. Государство берет на себя ответственность и гарантирует клиентам «Приватбанка» неприкосновенность и целостность их денег. Для усиления защиты вкладчиков я подал в Верховную Раду неотложный законопроект, который дает дополнительные гарантии вкладов граждан в этом учреждении. Международный валютный фонд назвал решение национализировать «Приват» «важным шагом на пути сохранения финансовой стабильности». Юлия Дроз, Юрий Комаров, Настоящее время. В США проходит завершающий этап в президентских выборах. В столицах всех штатов и федеральном округе Колумбия голосуют члены так называемой коллегии выборщиков. Ожидается, что результаты этого голосования официально подтвердят, что миллиардер Дональд Трамп становится новым 45-м президентом Соединенных Штатов. Коллегия выборщиков насчитывает в общей сложности 538 человек. Формально на выборах 8 ноября Дональд Трамп заручился поддержкой большинства. Это 306 выборщиков. Этого более чем достаточно. Необходимый для избрания минимум составляет 270 голосов. Несмотря на то, что часть избирателей требует от республиканских выборщиков отказаться от поддержки Трампа, такой исход, как полагают эксперты, маловероятен. По законам большинства штатов, выборщики обязаны голосовать за победившего в их родном штате кандидата. Тем не менее, в американской истории были единичные случаи, когда голосование выборщиков шло в разрез традиций закона. На данный момент лишь один член коллегии, республиканец Крис Супрун из Техаса, публично заявил, что не будет голосовать за Трампа. Почет голосов выборщиков проводят на месте, а его результаты, как правило, становятся известны в тот же день. Впрочем, официальные итоги голосования объявят в Конгрессе лишь 6 января. Напомним, что инаугурация избранного президента США намечена на 20 января 2017 года. Единственный в Таджикистане горнолыжный комплекс «Софет-Дара» открыл зимний сезон. Год тому назад состоялась приватизация лыжной базы, доставшейся стране в наследство от Советского Союза. В развитие комплекса фирма «Форос» вложила более 10 миллионов долларов, превратив его в полноценный курорт. Но даже руководство комплекса признает, что окупится весь этот горнолыжный праздник еще не скоро. Репортаж Анна Шервона-Арипова. Мы долго ждали открытия обновленной «Софет-Дары» и, конечно же, масштабы. Все, что здесь сделано, просто поражает. Мы в восторге. В среднем мы приезжаем в пятницу, в субботу и остаемся до воскресенья вечера. И 31 декабря мы будем здесь отмечать Новый год. В первый же день открытия нового сезона горнолыжного комплекса сюда приехали десятки таджикистанцев и туристов. Это единственное место в стране, где любители зимних видов спорта могут покататься на лыжах, сноубордах и снегоходах. Еще два года тому назад для этого им приходилось выезжать в соседние страны. Здесь работает отреставрированная бугельная канатная дорога. Но до Нового года будет запущен фуникулер. Сегодня его пока только тестируют. 30 кабинок. Все работает в автоматическом режиме. Кабинки отцепные. Канат крутится с постоянной скоростью 5 метров в секунду. При заходе на станцию зажимы раскрываются и замедляется ход кабинки для того, чтобы люди могли спокойно выйти и сесть в кабинки. Для детей построена отдельная зона с трассой для спуска на баллонах, который ведет эскалатор. И единственный в стране ледовый каток размером 20 на 40 метров. В прошлом году открылась горнолыжная школа для детей и подростков, в которой занятия проводятся бесплатно. А во время школьных каникул администрация планирует приглашать на курорт учеников столичных школ приобщать детей к горнолыжному спорту. Немножко мы не были готовы к открытию. Сейчас уже видно, что люди очень многие приходили смотреть, как им нравится, не нравится. И сделали площадки хорошие. Все камни, которые были, кустарники все убрали. Сделали новую трассу. Больше всех открытию обновленного комплекса радуются таджикские спортсмены-горнолыжники, пока они не могут похвастаться какими-либо значимыми результатами на международных соревнованиях, так как условия для занятий появились только в прошлом году. В этом сезоне они надеются проводить усиленные тренировки. В этом году, конечно, намного лучше. Канатную дорогу построили, две трассы объединило. Раньше дистанция была 700 метров. Сейчас можно проехать сразу 2 километра. Это очень хорошо для спортсмена. Отдых в Софет-Дара в горнолыжном комплексе доступен далеко не всем. Средняя заработная плата по республике составляет порядка 200 долларов. А номер в гостинице начинается с 50 долларов. В будние и с 90 выходные дни. Аренда экипировки и лыж от 12 до 20 долларов. Причем нужно платить еще и за каждый подъем по канатной дороге. Окупаемость запланирована на 18-20 лет. То есть никак не возможно, чтобы оно окупилось на эти вот ближайшие годы. Сейчас те цены, которые вы видите в прайсе, это вот себестоимость на те затраты, которые идут на сотрудников электричества, водоснабжения, уборка дороги, налоговые какие-то вещи. Вот эти все вещи заложены в цены, которые мы предоставляем клиенту. Руководство и владельцы комплекса говорят о том, что он создан в первую очередь для развития зимних видов спорта в Таджикистане, подготовки спортсменов к международным соревнованиям и обеспечения зимнего досуга. А получение прибыли целью не является. Все средства, заработанные в ближайшие годы, будут вложены в дальнейшее развитие курорта. К следующему году здесь планируется построить еще одну гостиницу для отдыхающих на 100 мест и коттеджный поселок по типу шале. Руководство комплекса надеется привлечь иностранных туристов. Комфортные условия в полном соответствии с международными стандартами. А главное, намного дешевле, чем в других странах. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. В Бишкеке состоялся шестой международный кинофестиваль «Кыргызстан. Страна короткометражных фильмов». Традиционно в нем принимают участие кинематографисты из СНГ, стран Балтии и Грузии. Как отмечают организаторы, фестиваль в первую очередь является трамплином для молодых режиссеров. Рассказывает Шавкат Тургаев. Игур Бяков, Белоруссия. Это не помпезные вручения Оскара или золотой пальмово в ветве. Здесь все гораздо скромнее без шика и блеска. И красная ковровая дорожка не так длинна, чтобы подолгу позировать фотокамерам. Бишкек встретил участников кинофестиваля короткометражных фильмов не по сезону весенней погоды. Названием фестиваля многие участники, особенно те, кто впервые приехал в Бишкек, были немного удивлены. Собственно, Кыргызстану только предстоит стать страной короткометражных фильмов. По признанию организаторов, за шесть лет было сделано немало. Растет как число заявок, так и качество работ. Могу поздравить отборочной комиссии, потому что она делала очень хорошую работу и приготовила для нас или для последних показов в конкурсе очень хорошие фильмы. Очень хорошие фильмы. Даже могу сказать, что мы можем поздравлять всех участников, потому что они перешли этот отборочный период и добивались успехов быть на фестивале. В итоговую конкурсную программу сумели пробиться 14 фильмов из стран СНГ, Балтии и Грузии, плюс еще 12 короткометражек местных режиссеров. По регламенту фестиваля международные и крыгызские фильмы оцениваются отдельно. Будут объявлены победители в четырех номинациях в каждом конкурсе. Эти номинации лучший фильм, лучшая режиссура, специальный приз жюри и приз зрительских симпатий. Работы конкурсантов затрагивают в основном социальные проблемы, но есть фильмы, в которых пусть и косвенно показаны суть геополитических конфликтов. Фильм из Украины «Дом» как раз об этом. Действие моей картины, оно происходит после Второй мировой войны. И, собственно, фильм в целом о том, что ты можешь потерять все, ты можешь потерять свой дом, но дом в себе сохранить, тем не менее, возможно. И это то, что тебя никто не может отобрать, даже отобрав твою жизнь. Члены жюри признались, определить победителя было очень сложно. В итоге призерами международного конкурса стали фильмы из Латвии, Казахстана, России. А лучшим фильмом признана лента «Раиса» молдавского режиссера Павла Кузуёка. Это фильм о молодой девушке, которая уехала в горы, чтобы поговорить с некой пожилой женщиной. Эта встреча влияет на дальнейшую судьбу героини. Спасибо большое. Я являюсь исполнительным продюсером фильма. Режиссер Триумфатором в национальном конкурсе судьи признали короткометражку «Добыча» молодого кыргызского режиссера Болсумбека Талайбеку Лу. История о столкновении разных культур и цивилизаций, рассказанная в трагикомической манере. Кыргызстан – страна короткометражных фильмов. Закрывая фестиваль, его создатель, режиссер Садык Ширнияс, то ли в «Назидание», то ли в «Укор» призвал коллег по цеху популяризировать свое кино, а не только брать пример из Голливуда. Здесь тоже есть на что посмотреть. Мы ведем переговоры со всеми коллегами со страны и со судьбой друзей в Балтии, чтобы расширить, чтобы эти зрители, они смотрели наше кино, чтобы они зрители, чтобы в Казахстане говорили о кыргызском киноактере, в Азербайджане восхищались узбекской киноактрисой, или в Туркии там восхищались операционная работа, скажем, из Якутии. Следующий фестиваль в Кыргызстане пройдет уже через год, и организаторы надеются, что география участников будет лишь расширяться. Шавкат Тургаев, Азат Натымаков, в настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.